Всем огромный привет и добро пожаловать в новое видео. Что касается бьюти-тем, я решила и дальше продолжить сделать такой объединенный формат, который будет включать в себя сразу все, что касается ухода за собой. И если вам интересны ролики на такие бьюти-темы, то, конечно, приятного просмотра. Не удивляйте, что я сейчас сижу так нестандартно, у меня вообще в комнате полный беспредел, потому что вовсю начался ремонт. Но об этом в подробностях расскажу уже далее. А сегодня исключительно то, что касается внешнего марафета. Ну давайте начну с более серьезного. Я снова удалила родинки. Ну говорю снова, потому что у меня уже был опыт удаления выпуклых родинок больше 10 лет назад. И тогда мне применяли метод с использованием... Использовали жидкий азот. Ну об этом я уже рассказывала, результатом я осталась абсолютно довольна. Ну разве что через несколько лет у меня немножко вновь выросла родинка. Вот здесь над бровью, но не критично. Выпуклые родинки, которые были у меня на лице, я удаляла исключительно по эстетическим соображениям. Мне просто не нравится, как это выглядит. А родинки на шее уже доставляли мне физические неприятности, потому что соприкасались с одеждой. Три недели назад я вновь обратилась к дерматологу с просьбой удалить мне выпуклые родинки уже на теле. Не скажу, что они были большими и как-то бросались в глаза. По-моему, их кроме меня вообще никто не замечал. Но просто у них оказалось непродуманное положение, тоже мешающее, потому что они были вот здесь. И особенно с левой стороны родинка постоянно соприкасалась с одеждой, с лямками. Тоже пару раз я её травмировала и поняла, что лучше для большей безопасности сразу избавиться от неё. Так же, как и от второй, которая была ещё меньше. Но эти родинки у меня такие, знаете, просто как выпуклости, то есть не на узком основании шариком, а просто как будто бугорок над кожей. И когда я пришла в клинику, то доктор сначала на дермоскопе внимательно изучила эти родинки. Мне был предложен метод удаления родинок посредством радиоволновой деструкции. Происходит всё очень быстро, безболезненно. Разве что нужно будет пару секунд потерпеть введение анестезии. Там очень маленькая инсулиновая иголочка, и действительно лишь пару секунд просто чувство распирания. После этого доктор, уже вооружившись этой насадкой, аппарат начинает эту родинку извлекать. Абсолютно ничего не чувствуешь, кроме этого самого запаха палёного мяса. Родинка удаляется полностью, достаточно глубоко, и доктор буквально за 5 минут удалила мне обе родинки. И также ещё предложила удалить, она сказала, что это разновидность папилломы, но вообще у меня их на теле нет, именно вот таких, которые на тонких ножках, шарообразные. Это тоже был чуть выпуклый бугорок, но такого же цвета, как и кожа. И её буквально за пару секунд удалили. Затем ранки обработали розовым раствором и заклеили пластырем. И моя задача была, естественно, не мочить первые два дня и два раза в день посыпать на раны баниоцин. Собственно, только это я и делала. Через пару дней удалила пластыри, там уже образовались твёрдые корочки. И на всём этапе у меня не было никаких неприятных последствий, ничего не изудило, не болело, просто обычные болячки. И эти корочки отвалились где-то через 2 недели. Конечно, там образовались лунки, то же самое у меня было и с предыдущим удалением. Требуется время для того, чтобы кожа полностью регенерировалась, вернулась в исходный объём. В прошлый раз на это ушло где-то 2,5 месяца. Ну и здесь я тоже сделала это весной для того, чтобы уже полностью кожа восстановилась к летнему периоду. И, по-моему, забыла сказать ещё очень важный момент, касающийся гистологии. Конечно же, мои родинки после удаления забрали в специальные ёмкости и отправили на биопсию. Ну, результат отрицательный, и всё нормально. Неожиданное солнце опять меня тут пережигает. Ну, может быть, будет видно, что вот таким образом сейчас выглядят шрамы. И затем они уже полностью затянутся и летом загорят. Ну, на всякий случай я всегда об этом говорю, о том, что всё, что я рассказываю в своих роликах, является исключительно моим опытом. Никоим образом это не рекомендация, уж тем более не агитация. Это лишь только субъективная информация к размышлению. Ну, а второе серьёзного — это инъекции. И да, я вновь вернулась к своему косметологу и снова сделала ботокс. И получается, что прошло полгода с момента первых инъекций, которые делала в начале октября. Но, собственно, раньше, чем через шесть месяцев, меня к себе косметолог не допускала. Я её полностью поддерживаю, хотя хотелось бы, конечно, чтобы эффект был более длительным. Просто в моём случае первых инъекций хватило где-то максимум на три месяца. То есть я точно помню, что уже в новогодние праздники у меня была практически прежняя мимика. Но здесь стоит ещё раз напомнить об индивидуальности наших организмов и, как меня и предупреждали, я активно занимаю спортом, у меня хороший метаболизм, работает сердце, сосуды, и, соответственно, мой организм направляет все силы на то, чтобы избавляться от ненужных токсинов. Но, несмотря на то, что эффект был относительно недолгим, в целом результат меня более чем устроил, собственно, поэтому я и вернулась в кабинет косметолога. И в моём случае ботокс это 120% гарантия того, что разгладятся морщины на лбу, межброви и также вот эти лучи. И также я на себе почувствовала тот результат, о котором говорят, когда ты со временем перестаёшь активно работать с мимикой, и особенно в тренажёрном зале я это очень хорошо заметила, что стало меньше корчить рожи. Ну, безусловно, здесь бессмысленно сравнивать результат от инъекций с эффектом от этих всевозможных баночек, это всё про другое. Ну и на этом с эстетическо-инъекционной косметологией у меня всё, ботокса мне вполне достаточно, и никакие другие инъекционные аппаратные процедуры я делать не планирую. А планирую дальше по максимуму ухаживать за своей кожей, но при этом использовать минимум средств. Что у меня из этого получается, давайте разбираться, и перехожу уже к баночкам. Но прежде чем я начну рассказывать об этих прекраснейших баночках, хочу всё-таки отдельно отметить очень важную штуку, которая в том числе повлияла на мой сегодняшний уход. Не то, чтобы это были колоссальные изменения, но в том числе эти книги помогли мне убедиться в том, что нужно использовать минимум. И важно отметить, что эти слова я сейчас говорю с позиции человека, который знает, что такое дерматит, и уже несколько лет с ним борется. И если уж тебя одолела такая штука, как дерматит, и в моём случае это переоральный дерматит, то здесь ты идёшь уже не к косметологу, а именно к дерматологу, и прислушиваешься уже к их советам. Ну и у меня в руках две книги, наверняка очень известные вам, обе написаны зарубежными дерматологами. Многие моменты здесь перекликаются, в общем-то и два автора хорошо знакомы между собой. Просто я понимаю, что на своей практике они сталкиваются с однотипными проблемами. Ну и как обе рассказывают, что у этих проблем у людей становится всё больше и больше, не исключая тот факт, что виной тому обилие косметики. Если спросите, какую книгу выбрать, то однозначно буду за книгу Уитни. Бьюти-минимализм достаточно толстенькая, но на самом деле я считаю, что содержимое этой книги можно было сократить и, в принципе, поместить в одну хорошую статью. В этой книге также рекомендуется отказаться от огромного количества косметики, понимать, чувствовать потребности кожи, не гнаться за каждыми последними новинками. И так же, как Тина, Уитни делает большой акцент на микробиоме кожи, насколько важно и нам самим защищать наш самый защитный орган. Также здесь большой акцент на питании. И, в общем-то, после этой книги я стала экспериментировать со своим питанием и выяснила, что мои глубокие высыпания активнее появляются после употребления молочных продуктов. Ну, помимо общих разъяснений, Уитни также предлагает трёхнедельную программу. Ну, сразу скажу, что я её не проходила. Я реально уже устала прыгать туда-сюда. Ну, я прям покажу вам, что у меня там за окном. Вот видите, какая красота. Не просто переменная облачность, а конкретно. То есть синее небо и солнце, но сразу тучи. Да, здесь есть программа, так скажем, очищения, восстановления неидеальной кожи. И даже расписано всё меню, и даже есть рецепты. Ну, а что касается этой книги, то в ней меня тоже, как и многих других, позабавила такая излишняя осторожность. Ну, действительно, информация воспринимается как призыв. Бойтесь всех очищающих средств, в том числе воды. А вот тот, кто очень боится воды, сейчас отсюда и пойдёт. Но каким бы смешным это ни показалось, я всё-таки кое-что применила на себе, попробовала и увидела очень классный результат. И в частности, речь о гигиенических процедурах. И нет, не подумайте, я не стала реже мыться, но просто я стала меньше времени проводить под водой. Этой зимой я по минимуму принимала ванны, также минимально находилась под душем. И действительно, на мне это сработало. И моя абсолютно жутчайшая сухая кожа в зимний период, которая даже ошмётками, простите, порой отлетает, в этом году была минимально сухой. Кожа действительно преобразилась, и я зачастую могла вообще не использовать крем. И также благодаря этой книге я перестала утром умываться с каким-либо очищающим средством, хотя я использовала преимущественно непенящиеся. Но я полагала, что без косметического средства мне будет сложно почувствовать себя утром чистой. Но ничего криминального с моей кожей не произошло после того, как я утром стала сначала просто умываться тёплой водой, но последние полтора месяца перешла на термальную воду. Я использовала абсолютно разные, преимущественно аптечные марки. Была у меня вот такая Avene. Я её и раньше покупала, когда только началась эта модная волна с термальными водами. И сейчас осталась малышка La Roche-Posay. Она ко мне приехала в неожиданной для меня пиар-рассылки, потому что я не работала до этого с La Roche-Posay. К 8 марта была вот такая косметичка, там дальше покажу, что ещё. Ну, в общем-то, там все нужные ходовые средства. Итак, утром я своё сонное и помятое лицо хорошо освежаю термальной водой. Наношу так хорошо, основательно, щедро. И я заметила, что моя кожа меньше реагирует на термальную воду, нежели на обычную. После этого я беру большую сухую салфетку, аппликативно пропитываю. Я всё так же не использую никакие лосьоны и тоники. И сразу перехожу к нанесению активного ухода. Первым делом у меня идёт, конечно же, моя любимая сыворотка с витамином С. Это марка SkinCeuticals и знаменитый феролик. И что касается этой марки, то здесь я как раз-таки являюсь примером того, когда ты сначала начинаешь работать с какой-то компанией, а потом настолько влюбляешься в неё, что затем покупаешь её уже просто как клиент самостоятельно. Я уже давно ничего не получала от SkinCeuticals, и всё покупаю самостоятельно на их официальном сайте. На этом долго не останавливаюсь. Вы знаете, что это моя любимая сыворотка, которая здорово выравнивает цвет лица, замечательная антиоксидантная защита кожи, и она мне здорово осветляет следы постакне. Каждое утро, не пропуская, наношу эту сыворотку, и затем перехожу к уходу за зоной вокруг глаз. Ну а сейчас я скажу очень странную и весьма подозрительно звучащую фразу из уст бьюти-блогера. Это то, что у меня нет крема для глаз. Да, у меня его действительно нет, и пока я даже не собираюсь его покупать, потому что меня вполне устраивает активное использование патчей. Но я говорю сейчас не про знаменитые гидрогелевые патчи, я их пробовала, они мне не понравились, и больше понравились те, которые на тканевой основе. И на протяжении последнего месяца я каждое утро стала использовать всевозможные хлопковые патчи, ну, преимущественно это корейские марки, но больше всего мне понравились вот эти, и сама их форма выпуска. И здесь вот такая очень удобная конструкция, патчи разделены на два сектора, они, ну, очень-очень хорошо пропитаны раствором. Ну, и что касается этой самой рабочей жидкости, то активным ингредиентом здесь является бета-глюкан. Ну, если собирать информацию об этом ингредиенте, то, конечно, с ним всё слишком здорово, и рассказывается о том, что этот полисахарид может работать даже до дермы. Есть у него такая проникающая способность, ну, и в целом это отличное иммуновосстанавливающее средство, также увлажняющее и стимулирующее синтез коллагена. И кроме этого здесь и другие интересные ингредиенты, экстракты разных грибов, даёт хорошее увлажнение, также я чувствую дренажный эффект. По сути, для меня это хорошая, рабочая, эффективная сыворотка. И пока на сегодняшний день из всего, что я пробовала, эти патчи на первом месте, и в том числе из-за их идеально подходящей мне формы. Да, у меня так получается, что я наношу сыворотку с витамином С, сверху эти патчи, и таким образом хожу 15 минут. Патчи удаляю, и далее перехожу уже к нанесению дневного крема. Такой крем я вам уже показывала, это для Рошпазе серия Толерант для чувствительной кожи. Это стандартный классический крем, вы знаете, что я люблю ещё и более лёгкую версию флюид. Хорошее базовое увлажнение, если ничем дополнительно кожу не сушить, как, например, ретинолом, то будет вполне достаточно. Ну а так как я и далее продолжаю активно внедрять в свою программу ухода ретинол, и моя без того сухая кожа становится суше, то я чувствую, что бывают моменты, когда требуется дополнительное увлажнение. И тогда я стала пробовать вот такую сыворотку, это тоже для Рошпазе, тоже, которая была в рассылке. Увлажняющая сыворотка с двумя видами гиалуроновой кислоты, также здесь и цинтелла азиатская, и эту сыворотку с витаминой В5 я могу сравнить с аналогичной марки SkinCeuticals, и скажу так, что по уровню увлажнения она ничуть не уступает. Полупрозрачного молочного цвета вязкая субстанция, которая тоже достаточно липко ощущается на коже. У меня были моменты, когда я наносила после этой сыворотки сразу солнцезащитный крем, либо же я использую ее в вечернем уходе после нанесения ретинола. Весьма хорошо она поддерживает уровень увлажнения кожи, сейчас весной, и я ей вполне довольна. После нанесения основного ухода, если я планирую выход на улицу, то примерно за 15-20 минут наношу солнцезащитный крем. И здесь я тоже вновь решила купить проверенное в прошлом году средство, которое меня отлично защищало, это SkinCeuticals SPF 50, не выбеливает, не раздражает, не забивает поры, разве что придает значительный блеск. И я знаю, что часто американские компании ругают за их, так скажем, устаревшие формулы солнцезащитных средств, но в этом плане я не гонюсь за новинками, предпочитаю использовать уже проверенные средства, пока американцы меня не разочаровывали, ровно как и японцы. А уже с собой на улицу я беру еще одну дополнительную защиту от солнца, это урияш и это термальный спрей SPF 30, и здесь тоже комплекс химических и физических фильтров. Это вещь, на которую не стоит рассчитывать как на самостоятельное средство, которое дома нанесли и пошли, это лишь дополнительная защита, когда нет возможности нанести крем. И тогда я плотно закрывая глаза, рот, и стараясь не вдыхать, наношу равномерно этот спрей, но его, конечно, не стоит сравнивать с термальной водой, это абсолютно невесомая водичка, вы чувствуете его на лице, кожа тоже становится заметно сияющей, да, это все было про мой дневной уход, и после него я наношу только консилер и румяна, и сейчас просто по минимуму делаю макияж. Сейчас немножко опять меня послепит, а я тем временем перехожу к вечернему уходу. И в последнее время, опять же, по рекомендации дерматологов, я все реже использовала гидрофильное масло и перешла на мицеллярную воду. Ну и также у меня вот и в рассылки приехала Ля Рош-Позе, и была биодерма, которую я сначала закончила. Биодерма, конечно, вне конкуренции, а Ля Рош-Позе, честно говоря, не нравится мне. Начала ее использовать, но все-таки пойду за биодермой. И вечером я наношу мицеллярную воду на ватный диск, хорошо пропитываю, и прохожусь по лицу, шеи. Но я все-таки не затрагиваю зону вокруг глаз, и поняла, что мицеллярная вода слишком подсушивает эту область, поэтому я продолжаю использовать двухфазные жидкости. Также вам уже показывала, по-моему, это седьмая или восьмая у меня бутылочка, просто не вея, и ничем не уступает более дорогим, высокопоставленным люксовым смывкам. Как мы все хорошо знаем, мицеллярную воду нужно обязательно смывать, и сначала я ополаскиваю ее просто водой, и вторым этапом использую очищающий крем. Также уже сто миллионов раз вам показывала, теперь покупаю его в таких больших объемах, потому что уже ничего другого не пробую, и остановилась на нем. Это крем-гель, который абсолютно не пенится, и замечательно бережно очищает кожу. Также после очищения кожи вечером я просто пропитываю сухой салфеткой лицо, не использую тоники, и выжидаю несколько минут, ну, наверное, минут 10, прежде чем нанесу ретинол. В прошлом моем бьюти-видео я показывала вам распаковку, как ко мне приехал вот этот ретинол марки MediKate, и я, шутя, называю его Мерседесом в линейке ретиноидов MediKate, ну, а черный, наверное, будет Роллс-Ройсом. Я вам жаловалась, что ретинол, именно ретинол, негативно влияет на мою кожу. У меня очень серьезные последствия. Кто-то может это терпеть, но не люди с дерматитами. Поэтому здесь уже пришлось раскошелиться и попробовать новую форму ретинола, R-ретиноат, который марка позиционирует как более бережный, менее травматичный для кожи, минимизирующий негативные последствия, такие как покраснение, шелушение. Но сразу могу сказать, что полностью он от этих негативных последствий не избавляет. Очень существенная разница с ретинолом, но тем не менее, все равно общее состояние, ощущение кожи, ты понимаешь, что не совсем спокойное. Легкие, прям совсем, еле заметные шелушения у меня были возле крыльев носа. Но самое главное, это что? Что я от него ждала? Это, во-первых, что он поможет сократить количество моих единичных высыпаний, очень глубоких. Они у меня отдельные, могут возникать. И вот здесь, на лбу, чаще всего на подбородке, также под носом. И используя это средство уже порядка 7 недель, я прихожу к выводу, что против моих конкретных вот таких высыпаний оно не работает. Также я не увидела эффекта сокращения, уменьшения пор. Я пока вообще не чувствую тех эффектов, о которых говорят об этом общем очищении кожи, ее уплотнении, в целом таком эффекте более здоровой, красивой, ровной, гладкой кожи. Я понимаю, что она в целом была у меня в вполне хорошем состоянии, но вот конкретно с проблемой акне, с глубоким, и также у меня бывает иногда, неровный рельеф, который можно ликвидировать кислотами. Например, так вот я сейчас не пользуюсь кислотами, надеялась на этот ретинол, но в этом плане он мне тоже не помог. Ну и подводя итог, скажу, что данное средство, к сожалению, ну никоим образом на мне не сработало. И простите, но я точно не буду вкладываться в черную версию. Закончу и до свидания, Мерседес, и спасибо хотя бы за то, что не раздражал. Мне осталось показать вам два крутейших средства для лица, и далее быстренько там останется только про тело. Первая классная штука, очень известная, любимая многими, это энзимная пудра немецкой марки Бавер. С этой пудрой я познакомилась еще давно, когда работала с данной компанией, и была возможность все это дело потестировать на себе, и я помню, что тогда мы с коллегами обалдели от эффекта. Восхитительный ферментный пилинг, который без всяких твердых частиц здорово отшлифовывает кожу. Основной ингредиент пудры субтилезин, он расщепляет белковые структуры и соединение между клетками, очень легко, быстро, но мягко избавляет кожу от ненужных роговерших частиц, количество применений по необходимости. Кто-то и каждый день любит отполироваться, но все-таки я стараюсь периодически, это доп-уход для меня. Мне достаточно пару раз в неделю, ну, максимум три. Сначала я также брала немного этой пудры, смешивала с водой, она пенится, но это небольшой объем пены, пенообразование лишь слегка. Но в последнее время я стала использовать эту пудру вместе со щеткой, по-моему, я последний человек, кто еще ей пользуется. Причем я пользуюсь предыдущей версией, потому что та, которая Луна... Привет! Короче, та, которая Луна 3, у меня очень быстро разряжается, поэтому мне удобнее использовать эту. Я набираю эту смесь на щетку и дополнительно, ну, примерно минуту, полирую кожу. Это замечательная эксфолиация для чувствительной кожи, для летнего периода. И сразу, если спросите, могу ли я сравнить, да, могу. Я использовала и пудру Сенсай, и пудру Диор, но Бабар намного лучше. Она экономичная, замечательно работает, и она также содержит, как же они там правильно-то, липазы, или как-то так называется, в общем, такие вещества, которые расщепляют еще и жировые моменты, то есть дополнительное очищение пор. Ну и после использования этой пудры, конечно, вы сразу чувствуете эту невероятную гладкость кожи. И последнее средство компания Сенсай, это автозагар. Ну и так как кожу я хорошо очищаю, отбеливаю, в том числе и при помощи витамина С, то мне хочется все-таки добавить ей более теплого оттенка. Я хочу добиться эффекта загара, легкого подтемнения кожи, но безопасного. По текстуре это крем-гель, чуть сладковатым запахом, легко, моментально распределяется, очень экономичное средство, наношу его вечером, и получается так, что ретинол я сейчас уже использую каждый день, но, например, делаю перерыв на 4-5 день, то есть не наношу ретинол, а использую автозагар. Как вы видите, многое у меня повторяется, из месяца в месяц, что-то уже из года в год, и я поняла, что все-таки блогинг блогинга, но моя кожа мне дороже. А потом меня обвиняют, что я себе фильтры в ролике устанавливаю. Я поняла, что здоровье кожи для меня превыше всего, превыше всех красивых и разноцветных баночек. Конечно, как бьюти-голику хочется пробовать новое, исследовать, но все равно стараюсь сдерживать себя. Ну и пока что, я хоть и не суеверная, но постучу три раза, и меня очень радует стадия ремиссии дерматита, и моя задача продлить этот период как можно дольше. Ну и в завершении, быстренько, пока я тут совсем в конец не ослепла, покажу вам уход за телом. Здесь у меня мало, и все, что я делаю, это несколько раз в неделю, ну, чем чаще, тем лучше. Я выполняю сухой массаж, это моя старенькая щетка из кактуса, The Body Shop, и я этой щетке иногда делаю маски, чтобы она была не слишком жесткой. Я использую обычные маски для волос, смачиваю щетку, наношу маску, оставляю на час, на два, потом промываю, и щетинки становятся более мягкими. Хорошо активно себя растираю, начиная с пяток, поднимаясь наверх, хорошо прорабатываю внутреннюю поверхность бедра. Как раз недавно в инстаграме показывала и рассказывала о том, что я не верю в антицеллюлитные кремы, верю в хорошее питание, конечно же, активный образ жизни, тренировки, и дополнительная вот такая стимуляция. После такого растирания непродолжительно принимаю душ, и далее уже перехожу к нанесению крема. Для того, чтобы придать более здоровый вид моим слишком бледным ногам, я использую автозагар, и сейчас у меня вот такой, он вроде как идет с дополнительными примочками, с антицеллюлитной укрепляющей программой, но он не печет, не охлаждает, без спецэффектов, просто обычный крем, белый, который распределяется легко, равномерно, и я наношу его на ночь, и утром получаю легкий оттенок загара. А просто каждый день в качестве крема для тела, также и для ног, и для рук, у меня уже второй год фаворитом является вот такой лосьон. Его покупаю в Золотом яблоке, и покупаю, как только заканчивается предыдущий, произведен в Словении, и это очень бюджетный вариант, тем более учитывая его хороший объем, 400 мл, моментально распределяется на коже, не слишком ярко выраженный у него аромат. Да, и, кстати, что касается аромата, я тут клюнула вот на этот, и решила, что здорово по весне использовать вот такой цитрусовый. Это польская компания Биленда, тоже бюджетный вариант. Запах у него действительно приятный, для любителей цитрусов, но большая неприятность для меня лично в том, что его нужно долго распределять. То есть это тот вариант, который ты возишь, возишь по коже, он все еще белый и белый, этот работает совершенно по-другому, сразу впитывается в кожу. Терпения у меня с ним не хватает, а этот, да, могу только похвалить. Ну что, друзья, на этом буду сегодня заканчивать, без того длиннющее видео. Огромное спасибо вам за просмотр, желаю прекрасного настроения, замечательного самочувствия, и пусть у вас и у ваших близких все будет замечательно. Счастливо!